Вот смотрите, сейчас я включилась, ага, запись. Идет запись? Идет запись. Смотрите, дайте еще раз гляну, идет или не идет сейчас. Мне кажется, нет. Идет? Идет. Ну и смотрите, вы приехали засаженцем из Новосибирска, так? Меня встретить не ожидали. Я сам подошел, узнал откуда вы. И тут, получается, вы начали задавать вопросы. Вот. И так как таких, как вы, у нас в стране миллионы, пусть хотя бы несколько тысяч увидят этот фильм. Поближе, а то Голдс будет полстучать. Вот. И покажите... Да, меня не обязательно. Нет. Дело в чем. Вы из Новосибирска. Ну да. Ну хотя бы как зовут? Алексей. Алексей и Наталья. И Наталья. Значит, сразу вы спросили насчет прививок. Я вам подарил диски. Подарил. Все, все, да. Один подарил, один продал. Да, благодарствуем. Это там, где прививки. Так, теперь. Это первое. Теперь. Так совпало, что вы закончили отброску санкций Сергея. Так. Вот. А я в это время собирался прививать. А почему нет? Почему вы не посмотрите, как я? Причина. С радостью. Я объясняю это так. Несколько сотен человек, по моему примеру, выращивают не просто сады, а выращивают сады, питомники. Часть сада питомники, какая-то маточные деревья. Так. Вы задали вопрос. Я просто ваш вопрос повторяю. Значит, не густо ли абрикосы садить через 3 метра? Да, да. Я... Если просто сад, садите через 4 метра. Все-таки Сибирь это Сибирь. Там не растают гиганты, как на юге. Да у нас так же, как у вас. Вот. Чуть-чуть просто. Поэтому, смотрите. А я вам сказал, садите через 3 метра. Почему? Потому что маточный сад, это значит, что когда он станет вот таким вот, выносите в беспощадных колечьях. Нет. Вот давайте утащим. Просто сад. Сад максимум 5, ну может быть 5% я могу кому-то близким или чтобы... Вы зареклись на всю жизнь? Нет. Я просто не люблю резать. Ломать не люблю. Я в детстве... Нет. А преревать зачем вы тогда... Преревать беру, потому что мне нужно вот эти 5-10% чтобы... Не можешь все в одной паре поддерживать. Только для поддержания. Но не для бизнеса. Хорошо, значит не будет бизнеса. И много кто со мной будет... Тогда через 4 метра. Я хотел свою веру привратить. Не удалось. Вы первые, которые... Знаешь, мне нужно... Понимаете, все или одно, или другое. Мне нужно, чтобы был сад, вот как вот на там, на Золотое кольцо России, чтобы был сад, понимаете. Конечно же надо это уметь и знать. Я только... Все, переходим к прививкам. Давайте, да, посмотрим. Геория закончилась. Значит, сюда поближе, типа. Теперь можно даже где-то присесть, если только бы найти место. Не-не-не. Сюда не ходи с этой стороны, там солнце. Смотрите, постараюсь вот так объяснить. Значит, подготовка. Испортил колени. Когда-то сейчас я становлюсь коленями на подушечку. Я тоже на таком случае тоже убил. Когда-то колени морозил, все. Испортил ноги. Итак, подушечка. Первое. Второе. Санисиком с девочкой. Второе. Значит, привычный нож. Заточка на одну сторону. Выписывая по почте ножи, примерно 5% что вам пришли с односторонней заточкой. 5%. Остальное не то. Да, потому что умудрялись несколько человек. Благодарные мне. Я же часто подарки. Берут, выписывают. И присылают мне по почте. Приходит нож. Ну, вот там подарок. Мне железу, а двухсторонняя, двухсторонняя, двухсторонняя. Они сейчас лежат у меня. Я на своих вебинарах. У меня же экран. Я перед экраном показываю. Чего можно, чего нельзя. 90% ножи не годятся. Имейте в виду. Как хотите, узнавайте, но чтобы была односторонняя заточка. Раз. Теперь. Вода. Дождевая. Практически нигде, никогда в литературе и в этих самых, так называемых, учебных фильмах ни слова про то, что должна быть дождевая вода смачивать срезы. Два. Пленка. Полихлорвиниловая. Никакая попала. Полихлорвиниловая. Вот. Я вам показывал, кстати, пленку. Вот. Жалко, лучше сейчас ее продемонстрировать, но не бою время терять. Вот. Внимание. Что нам надо? Когда мы будем сейчас обвязывать, на максимуме сил, на пределе, сколько есть, до порыва ленты. Вот тогда только можно огрехи вот эти вот как-то преодолеть. То есть, чтобы все-таки прижалось друг к другу. А не только это, как показывается. Короче, все не так, как у людей. Нож показал секатор. Он с редуктором. Единственный секатор, нормальный, я считаю, хотя не все его любят, который позволяет, это предварительно, несколько приемов. И без всяких напряжений. Даже ребенку чуть-чуть мнет. Но главное это вот это, что я могу и вот такие, вот такие резать. Теперь, начинаем, приступаем к прививке. Это, это, так называемое, мной придумано название, вон туда покажите, в ту сторону, достаточно. И вот эти молодые, вот, прямо перед вами, да. Это так называемая Вишня Сибирская Останбулла. Да, дает корневоотводки, но все-таки ворстает дерево. Мощным деревом, и сейчас мы уже не успеваем, выезд в дороге, что на том участке у меня вот такие мышечные челюсти привиты. Перепрививаю этот сад. Как? Вот вы сидите на пню. На мое счастье, от урожая развалилась вот так эта вишня. Внутри она уже была, знаете, тут не хватало крепости, еще почему. Смотрите, тени, много тени, много-много. В свое время, я когда это был в соседском участке, еще в 15-м году, я ему внедрил, еще до того, до того, до того, много лет назад, в эти вишни, я вот так вот привел, вот эта вишня, вот так вот я черешню привел. И говорил, черешня будет расти, а вишню будет постепенно убирать. Он забыл про это, вишня росла быстрее, задавилась черешню, черешни погибли. Зато, вот сейчас Сергей, если позвонить, сказать, вот и у меня есть зрители, свидетели, фильмы эти, они, вишня стала слаще. Ну, перепыление, да, вы имеете в виду? Да. Ну, вот то, что место неподходящее, вы не зря спрашивали про место. Смотрите, оттуда тень, оттуда тень, отсюда тень, трех сторон. И у нее нет настоящей крепости. И когда был урожай, а урожай каждый год предельный, без единого пропуска. Есть фотографии. Вот так пополам развалилось. Ладно. Вот вы сейчас сидите на ней, да, на этом пню, где она была. А она, благодарная, дала кучу отводков, это потомство ее. Вот это все. И это часть того дерева, это взрослое дерево. По отношению на третий год гарантировано. Теперь начинаем прививать вишню. К ней уже внедрены гены черешни. То есть, на этой вишне, она уже была вживлена. Черешни пожили, умерли. Вишня стала слаще. И я теперь надеюсь, что вот там шесть деревьев привал. Вишня. Шаг за шагом, она будет улучшать, улучшать. Шага за шагом, черешни были мертвы. Я потерял год. Перешел сюда. Поехали. Сам процесс. Значит, наша задача привать как можно ниже. Практически в корневую шейку. Вот. Это все убирается. Вот. Все-таки трехлетку лучше привать. Почему? Черешня вишню может обогнать. Она мощнее. Так. А если привить один к одному, улучшной капулировкой, допустим. Ну вот. Это все-таки учебный фильм, поэтому открыть. Вот так вот, да? Один к одному привить. Она обгонит. Не годится. Вот. Но это не все знают. Тут надо учитывать все-таки конечный возраст деревьев. Конечный. Да, снижается. Вишня этот чуть-чуть снизит. Рост сережки. Чуть-чуть. Но может оказаться еще ниже, видите? Но может оказаться так, что все равно сережки все так болеют. А вот когда мы делаем, допустим, три года ей. Раз, два, три. Вот. Мы делаем так называемую прививку в пень в расщеп. Не многие любят. Сергей, например, не любит. Вот. Но это уже чисто, это, он лучший привальщик в России. У него сто и ста. У меня уже пальцы плохо гнутся. Девяносто восемь и ста, девяносто пять и ста. Ну, под старость лет. Вот сейчас случай привальщик в России. Про этот прививочный секатор забудьте. Вы мне должны будете пол-литра, только потому, что я сэкономил тысячу рублей или больше. Больше. А пол-литра стоит там, сами понимаете. Вот. Но это шутка. Вот смотрите. А, надо было медленно показывать. Ничего страшного, все нормально, это так лучше. Это у меня сработало это. Смотрите. Да, все, все. Чисто механически получилось, обратите внимание, чуть-чуть толще тут и тут. Видите? Я когда делаю, я особо не примеряюсь. Почему? Потому что, внимание, когда я вставляю, вот так вот, например, да, вот, смотрите, внимательно вставляю. У меня получается, так, он немножко изогнут, пропеллером, ничего, прижмем, видите? Так, а вот этот, следующий, он чуть тоньше, а вот этот край, чуть тоньше, и мне надо, чтобы она чуть-чуть, смотрите. Все, я помню, сыграла. Все, сыграла, я даже это учитываю. На клин, чтобы было клин. Поэтому, учитывая уже опыт, практику, я даже, вот, видели, я не знаю, а все равно какая-то сторона длиннее получается, даже не примеряешь. Теперь, мне нужно, кстати, обратите внимание, это я обламывал, потому что это, не болталось. Вот, так вот, следующий момент. Значит, мне жалко эту, почки на грани прорастания. И эти, на грани прорастания. Еще чуть-чуть, и я бы опоздал. Несколько дней, мне что-то мешало, пока я не понял, это из-за вашего приезда. Сотню людей увидят, или тысячи. Смотрите сюда. Вот. Конечно, хоть и горят, на сестре не пропьешь. Вот. Видели? Я должен был бы длиннее сделать, но мне вот эту почку довольно жалко. Внимание. Вот так вот, она верхний срез. Вот так. Вот такой черенок. Вот. Ровненький? Да, да, аккуратно. Так. Теперь вставляем сюда. А вот это вот, ответственный момент, когда мы начинаем мотать, мотать, мотать. Я сразу приготовляю, я уже вижу, одно не хватит. Сергей экономит, лучше бы длиннее сделал. Так. А вот это вот, не испорчено, помните, я показывал. Так. Теперь. Поехали. Важный момент. Так. Со всей силы, сколько есть. И особенно важно прижать, смотрите, ниже, 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 ниже. и теперь вторая. Так и не лопнуло, да, когда я тянул. Так и не порвал. А вот здесь, в этом месте, может оставаться маленький-маленький зазорчик. А вот здесь еще сильнее, еще сильнее. Прямо это. И чем она хороша, эта пленка, именно моя. Ой, долго же бежать-то, показать-то эту самую. Жалко. Ну, я пытался вам продать эту самую, помните? Да, да, я понял, понял. Это, да не, бежать, несколько минут терять. Все. Вот она. Теперь. На сайте есть, я видел, на сайте есть, потому что мы в следующий раз с орехами закажем у вас, с семенами. Теперь, не слушайте никого, кто учит, обмазывать, высыхать не будут. Только срез, только голое мясо, вот, только срезы. Вот они. Только срезы. И ни в коем случае не зацепить кору. Сразу под ним начинает гнить. Ой, специалистов развелось. А это влоск, да, у вас, или специальный? Это, этот, варс Букаркова. Вот, я его предпочитаю, потому что он, даже когда минус, и можно замазать. Вот это мне нравится. Ну, когда сильный плюс, она уже совсем тогда, это, мягкая. Сильно она уже, как превращается. Ну, мы же пребываем, как правило, весной. Видите, как я аккуратно делаю? Таким расчетом, чтобы не зацепить кору вообще. И вот и щель я убираю внутри. Из этой щели Сергей не хочет вот таким способом оплевать. Я не халтувщик, я не халтувщик, а я себя оплеваю. Вот, все, получилось, ура. Потом, это еще не все. Здесь я быстро найду, быстро найду, вот, тряпочка специальная. Само собой, потом подпишу. Вот, название. это черешня Боднера. Ой, сейчас вспомню. Боднера. Так, а то еще у меня есть Брянска-Розова. Так вот, я бегом бегу, сейчас скажу зачем. Это очень важно. Вот так вот пока. Ну, сад посмотреть. Это быстро. Вот, специально. Вот, я включил. сад-то большой. Сад очень большой. Да, черешня, тоже охота было, посмотрим, что с черешней будет. Там солнца не будет. Чуть-чуть, в Бегипсе закроют. подальше, повыше. Хорошо, он там снимается. Сдинем, если зайдешь, чуть-чуть назад. Так, что я, наверное? Ага. не ждал вашего приезда, не ждал съемок, поэтому и не сделай. Они там далеко, ничего страшного. Там запасы, и что имеется в виду? Имеется в виду, полицейская бутылка обычно полуторалитровая, дно отрежаем, еще делаем мелкую звездочку, а потом вот так накрываем. Вот. И на месяц. Если жара, то раньше снимаю. Еще пробка есть. А пробку-то снимаю, то ставлю, смотря от жары. Вот получается, это так называемое, если вот это оставлять, вот это, то это можно назвать скелетной прививкой. Если убрать, она может не пойти. А вот эта вишня, она сама по себе представляет большой цель. Ей через пень, через этот, который остался, вы пень показывали, нет? На котором я сидела? Вот этот пень, да? От него эти отводки пошли, и с ними передалась и гена черешни. То есть, пока она толком не пойдет, эти я не трогаю. Может не прижиться. Есть такое, называли это, индивидуальная несовместимость биологическая. Она тоже ценность представляет. Не пошла, на следующий год или привью, или вам же продам. Вот если она пошла, то мы остальные срезаем просто, или так же прививаем постепенно? А это зависит уже, решать как. А целесообразнее что сделать? Конечно, это, так же как, вам чего побольше, как в мультфильме, помните? Котлет побольше или сосисок побольше? Ответ, и того побольше. И другого. Вот поэтому, если есть лишний шанс привить, обязательно надо воспользоваться. Просто взять, отрезать, это большой грех, я считаю. Все понятно. Потом, есть еще вишни. У меня культурная вишня с Украины. Почему бы не привить культурную вишню? Мы ее жрем горстями. Вот. Вот, пожалуйста, еще пример. Что еще можно привить? Ну, кто-то пытается привить на вишню абрикос, сливу, персик. Я никогда не пробовал, говорю, не пробовал, не знаю, не отвечаю. Как-то, за базар не отвечаю. Так. Ну, вроде все сказал. Вот. Вроде получил. Спасибо. Благодарим. Ладно. Давайте. Поговорим. Мы тоже нам далеко. Хотели еще заехать на этот. На куда? А, это хорошо. Вы отключили? Я не выключила. ну, ладно. Продолжение следует...